в этом видео я вам расскажу как правильно запускать насос на гребенки теплого пола если он у вас долгое время ну допустим месяц два не работал вот у нас есть с вами гребенка если вот насос значит нам нужно сначала понятно что он выключен у нас вот значит здесь мы закрываем сначала краник если они у вас есть берем плоскую отверточку вот такую и откручиваем вот этот ножка водичка польется с этого булочка мы видим что там у нас есть вал да и под отвертку плоскую нужно по вот этой стрелочке его прокрутить здесь против часовой он легко ходит крутится все хорошо и когда мы его включаем заработал все классно значит можно систему включать теплые полы у вас заработают если же он не включился у вас ночи вы берете вручную пробуете проворачивать его проворачивать и если он начал проворачиваться вы опять же включаете все заработало все классно если он не проворачивается и вас возникли сложности нельзя включать в розетку потому что еще хуже сделайте для насоса иногда его можно еще восстановить там может приехать мастер разобрать насос там его смазать прочистить и запустить но иногда такие насосы они просто подлежат замене вот и дальше вы все эти манипуляции уже восстанавливаете то есть такие же насосы они стоят и в котлах если ну бывает такое там в этом либо купили квартиру либо отключали котел и система отопления работала прежде чем запустить котел нужно сделать ту же самую манипуляцию но с оговоркой что если вы позвоните в сервис они вам допустим разрешат это сделать либо если котел уже сильно старый можете вызвать мастера и он вам это сделает ну кто умеет самостоятельно можно самостоятельно снять крышечку на котле там сложного ничего нет и те же манипуляции сделать иногда помогает иногда нет но здесь все нужно пробовать все все полы работают все замечательно